Всем привет! Кто присоединился, лучший подарок это ваш палец вверх под роликом и любой комментарий. От души всем, друзья, кто сделал. А я подготовил свежую мощную порцию новостей. Погнали! Приятного просмотра! Начнем с Макаева, который задушил Дердена в дебюте UFC. Макаеву понадобилось всего минуты, чтобы победить. Просто сумасшедший, нереальный дебют. Просто на загляденье, друзья. Как говорят, вышел, увидел, победил. Мухаммада Макаева поздравляю всем сердцем с победой. Как я и говорил у себя в Телеграм, будущий чемпион. И главный претендент на то, чтобы стать самым молодым чемпионом в UFC. Сразу после боя Макаев прокомментировал свое выступление вот такими словами. Ой-ей-ей! Слэм был хорош! Коди, если ты так много будешь болтать, отправляйся обратно в США, сказал Макаев. А еще он по делу обратился к Дане. Говорит, Дана, жду полтинник. Заслужил как-никак. Наконец, подрался в UFC, мечты сбываются. И вот такой шикарный дебют показал. Друзинок Макаева он получил свои премиальные за бой. За лучшее выступление вечера полтинник долларов получили все бойцы, одержавшие досрочные победы. Девять бонусов, дорогие подписчики. Такого еще не было никогда в UFC. Теперь Майорбек Хасиев может заслуженно утверждать, что UFC украла это у USA. И давайте послушаем, кто получил премиальные. Это Мохаммад Макаев, Пол Крейг, Сергей Павлович, Макван Амирхани, Илья Тапурия, Молли Маккен, Пэдди Пимблетт, Арнольд Аллен и Том Аспинау. Теперь результаты с нашими парнями. Тимур Валеев уступает Джеку Шору решением судей. Какой бой, мастерство, показанное обоими этими парнями, заслуживает уважения. И я не удивлюсь, если они когда-нибудь снова встретятся. Пол Крейг финишировал Никиту Крылова в первом раунде. Обидное поражение. Сергей Павлович финишировал Шамиля Абдурахимова в первом раунде. Тяжеловесы, как говорится. Или ты уснешь, или я, кто-то точно будет спать. Жаль, что третий проигрыш для Шамиля. Илья Тапурия вырубил наглухо Джея Херберта. Во втором раунде просто безумный первый раунд, показали ребята. Еще более безумный нокаут в этом поединке. Илья красавчик, браво, вот это камбэк. К сожалению, Александр Волков проигрывает в первом раунде Тому Аспиналу. Аспинал засабмитил Волкова. Никто из команды Саши так и не понимает, что с ним случилось. Похоже на очередной ступор. В последнее время модно говорить о тренировочном лагере Хамзата Чимаева. Как думаете, может быть стоит Саше потренироваться с Хамзатом и Тилом? Там уже и МакГрегор на подходе. Несмотря на поражение Саши Волкова, на этом я думаю, что не стоит останавливаться. Верю, что у него лучшая победа еще впереди. Возможно в другом промоушене, не в UFC. Вообще очень интересный турнир получился. Заслуживает быть номерным. Адана, как видите, расщедрился. 39 ребят получили премиальные. Все выступили хорошо. Все молодцы. Ну и не могу не согласиться с Исламом Махачевым, который первым поделился реакцией на этот турнир. Он впечатлен сегодняшним неномерным турниром, который получился лучше, чем многие пей-пер-вью турниры. Согласны ли, нет? Еще хочется вернуться к Мохаммаду. У себя в телеге. Я написал об этом, и хочется, чтобы вы, друзья, те, кто здесь, в YouTube, тоже знали мои первые эмоции от боя Макаева. Я вел текстовую трансляцию турнира у себя в Телеграме. Многие болельщики следили за турниром вместе. Со мной это очень приятно. Какой мощный дебют в UFC у Макаева. Большой потенциал стать самым молодым чемпионом UFC. Особенно на легчайшем дивизионе. Я люблю на легчайший вес. Но у него самый короткий путь к титулу среди всех дивизионов. Просто не так много парней на высшем уровне, которые могут сделать 57 килограммов. Еще раз, друзья, хочу отметить. Очень классный дебют этого парня. Поддержите лайком, кто смотрел. Макаева только 21 год. И, друзья, лучшая поддержка – это ваш палец вверх под роликом и любой комментарий от души всем, кто это сделал. Ваш голос ММА. И подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Там только эксклюзивные, качественные новости, озвучки. Заходите, пожалуйста, в описании. Там ссылка на мою телегу. Все, всем спасибо. До новых роликов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok